Праздник рукописных писем Но в этой связи я хочу приложить вам свою историю Много ли среди вас, моих подписчиков, людей, которые сами когда-нибудь писали письма? А может быть еще есть такие, которые хотя бы получали эти письма? И вот так сложилось, что я нашел свои письма, которых, честно говоря, я тоже давно уже не писал, бумажных писем Некоторые вам сейчас покажу Письмо написано из города Панфилова Это Казахстан, нынче он, вероятно, называется Джеркент А написан сюда, в Подмосковье Это будучи солдатом в пограничных войсках, вот я писал такие письма домой И, между прочим, прилично писем таких Тут и есть интересный момент на этих письмах Посмотрите, вот здесь место для марочки Но марочки здесь никакой нету Ой, вот, к примеру, письмо, которое с маркой, да? И эта марка 4 копейки Эта марка символизирует оплату этого отправления А это письмо без марки И вот это письмо без марки И вот это письмо без марки Ой, мама дорогая И вот это, и вот это, и вот это Скорее в комментариях пишите, почему письмо бесплатно Здесь на одном из них прям даже написано Вот И здесь и ответ есть, видите, бесплатно А дальше написано почему Письмо военнослужащего срочной службы Вот такие вот письма, они в Советском Союзе Они ходили по стране бесплатно И я, как военнослужащий, не обладая смартфоном Не обладая телефоном Ну, то есть у меня были телефоны разные такие Большие, здоровые, с гербами вот здесь вот такие Но позвонить маме нельзя было Только вот такими бумажными письмами Можно было написать что-то маме домой Ребята, много писем этих у меня Это 86, 87, 88 год О как, о как Это мама сохранила-то Это не я такой вот, знаете, прям Мне вообще было интересно найти Знаете, какое письмо Вот, и я его нашел Ура! Три письма Вот эти письма интересные Значит, идите сюда Идите сюда, пожалуйста Идите ближе сюда Идите сюда Значит, это меня первый раз Еще тилдреном, отроком Отправили в пионерский лагерь И вот видите, я писал Пионерский лагерь дружный Второй отряд Фомченко Э Это я Э одна, потому что я был маленький А сейчас я Эдуард Эдуардович Вот пишу маме письмо Ребята сперли письмо Жалко Но все равно приятно Конверт остался И здесь вот можно посмотреть Какой это год тут Не пойму 79 По-моему, 79, наверное, год Ну да, сходится По показаниям предыдущих А вот это вот письмо Направлено Направлено из Краснодарского края Туапсинского района Пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ Орленок Никто там не трепещет В экране Потому что никто уже не помнит Что такое пионерский лагерь Орленок И это был один пионерский лагерь Артек Который всесоюзный А Орленок, наверное, был Федерального значения Ну, в общем, второй по значению лагерь Был Орленок На Черноморском побережье И я такой крутой По-моему, за какой-то рисунок детский Победил в конкурсе рисунков Рисовал картинку на тему Куликовской битвы Победил в этом конкурсе И мне районный кто-то там Комитет образования Рай кто-то там Вот они мне наградили этой путевкой Я ездил в Орленок Был мой лагерный опыт Не путайте с лагерным опытом Ну, других моих соотечественников Он тоже обширный у нас в стране Вообще Но мой лагерный опыт был маленьким Вот один лагерь дружный Дружба дружный И один И вот пионерский лагерь Орленок Дружным было не очень Ну, как, наверное, ничего Но, в общем, я оттуда сбежал два раза Сбежал Я был самостоятельный мальчик Один раз по грибы сбежал Один раз еще куда-то купаться На водохранилище без вожатых Вот И создавал проблемы, конечно, вожатым А второй вот лагерь был Орленок Ну, Орленок, да Это было интересно Это вот это пионерское детство Не знаю Может, кто-то из вас был в Орленке Или в Артеке У меня много подписчиков Кстати, в разных странах Между прочим, взрослых Дяди и тети Вспоминайте, кто из вас был Поделитесь вашими впечатлениями Мне понравилось О, и леттеринг пошел Посмотрите сразу, видите Куда? Краснодарский карай И вот видите Вот почерк Мой школьный почерк Корявый Это почерк А это вот леттеринг уже, видите Туапсинский район ЦК ВЛКСМ Орленок Комсомольская ДР Комс Отряд 17 Сложно не Можно не писать Отряд 17 Ну, конечно, можно не писать Там и так все-все Друг друга знают До свидания Ну вот, ребята Что я вам хотел показать О, это надо Это надо видеть Очень длинный Получается ролик Вот это Это мы здесь жили Ну и Ну ладно, давайте Ну я же Можно же читать чужие письма А я читаю вам Свои письма Поэтому Что хочу, то и делаю Мои письма Здравствуй, мама Пишите Первые письма Очень поздно Потому Потому Вот здесь надо было Наверное, да Поставить Что-то Ну ладно Потому Что в поезде Очень качал А когда приехали сюда То целый день Бегали туда-сюда Обратно На поезде Дописываю Дописываю Видите Уже другой ручкой Вот Это вам Какого Сейчас СМС Тут-ту-тум Тут-ту-тум А здесь В несколько заходов Писалось На поезде Доехали Нормально Никто Оценок Никто за грамотность Здесь не ставил Только после Все Оказалось Что я нахожусь В поезде А сам Что А сам Потому Что качало Видите Подписываю Качало Что на твердой земле В лагерь приехали Во вторник Лагерь большой Если захочешь Его осмотреть Понадобятся Сутки Вожатые у нас Хорошие Здесь весело В отряде У нас 42 человека Спим Мы в бочках И это вот Относится Вот к этому Картинке Так называют Наши домики Они примерно Такие Значит Это было Такая Как бочка Реально здоровая Бочка Спиленная Пополам И вот здесь У нас В этой Она на ножках И там Стояли Наши кроватки У нас Еще здесь Не открылся Лагерь Кружков Здесь 50 Но они будут Работать После открытия Лагеря Ну и так далее И так далее В общем Не буду вас Мучить Этой сложной Перепиской Вот Наверное Стоит Посмотреть Только что Смотрите Первый заход Пишу письмо Второй заход Пишу письмо Похоже Третий Четвертый Дописал Четыре захода Ну и вот Пятым Уже Подписал Куда писать Письма Долгий ролик Не все Досмотрели Но кто Досмотрел Наверное Наверное Досмотрели Те Кто сам Когда-то Писал Вот такие Бумажные Письма Отмечается День писем Рукописных И вот Такую Придумать Именно Флешмоб Писать В этот день Рукописные Письма Своим Знакомым И их отправлять Очень похоже На то Что я продвигаю Почту России Ну почему нет Кстати Да Ладно Бог с ним Давайте Все Все Всем пока Пишите письма Мелким бисером Не делайте Серьезных лиц Ставьте лайки Ставьте лайки Вот там внизу Подписывайтесь На мой канал Такую Что-то А Нажмите Прямо Подписаться Все Здесь не только Говорят Но и Показывают Правду С вами был Эдуард Семь Прямо Редактор субтитров Прямо Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова